Братья и сестры, я всех приветствую. Знаете, все учебные заведения, даже в разных странах, они обычно делятся или разделяются по сложности или по уровням. Ну, допустим, есть то, что называют начальной школой. Школа, которая дает среднее или общее образование. То есть учащиеся в этих школах получают необходимые, но поверхностные знания. Далее следует высшее или, как его еще называют, профессиональное образование, где учащиеся уже получают более глубокие знания и уже готовятся стать специалистами. Ну, вот если говорить об образовании или науке, можете вспомнить себя в школе. Если говорить об образовании и науке, позвольте спросить, как вам кажется, есть ли такая наука, которая считается королевой наук? Ну, в том смысле, королева – такая наука, на которую опираются все остальные науки. Скорее всего, конечно, это математика, не так ли? Это так считается признанным. Почему так часто думают? Причин несколько, но приведу только одну причину. Попробуйте вспомнить себя на уроке математики. Если это были не вы, то кто-то в классе обязательно спрашивал, зачем нам все это нужно. Если это были не вы, то кто-то в классе спрашивал, ну, а где это в жизни пригодится? И вот обычно учителя, они в математике были очень мудрыми людьми, они очень мудро-мудро отвечали. И мудрый учитель, он обычно говорит, посмотрите вокруг, математика окружает нас везде. Так ли это? Конечно, это так. На примере любого дома можно заметить связь математики и архитектуры. Не говоря уже о более сложных достопримечательностях, может быть, мосты, очень длинные, красивые, могущественные мосты. Небоскребы, то есть нас с вами окружает математика. Кто-то сказал, что вообще архитектура – это гимн геометрии. А почему? Потому что, ну, посмотрите вокруг, везде можно увидеть прямоугольник, квадрат, круг, цилиндр. То есть, ну, вот эта геометрия, математика, она окружает нас с вами везде. Но почему я сегодня говорю об этом? Мы ведь с вами не в школе. Вы знаете, говорю это потому, что математика не всегда была королевой наук. Математика не всегда была королевой наук. До эпохи Возрождения, эпоха Возрождения – это период с XIV до XVI века, уже нашей эры, университеты, они были устроены совсем не так, как они устроены сегодня. До эпохи Возрождения королевой наук считалось богословие или теология. Королевой наук до эпохи Возрождения считалось богословие. То есть, все, что изучалось, будь то экономика, биология, математика, философия – все понималось в свете всеобъемлющей реальности Бога. Все изучения, они имели ту первую ступень. Бог есть. Бог везде. И с этого начиналось изучение окружающего нас мира. Изучение действительно окружающего нас мира. Ну, позвольте поделиться с вами тем, как произошло вот это смещение королевы наук. Скорее всего, каждая из эпох, на которые делятся история человечества или история, правильно сказать, западного мира, имеет какой-то девиз. Ну, вот, допустим, если это эпоха Возрождения, я думаю, вы слышали этот термин. Вот что возрождалось в XIV веке? Происходило следующее. Интеллектуальная элита общества, она обратилась к истокам своей культуры. Или в XIV веке вот ученые люди не начали обращаться к античности, начали обращаться к рукописям, а именно к греческим и римским рукописям. И девизом эпохи Возрождения стали слова «назад к источникам». Назад к источникам. И вот с этими древними текстами греческих философов, римских философов в университеты Европы пришли самые разные мировоззрения, одним из которых, одним из мировоззрений был скептицизм. И скептицизм, как вы знаете, это позиция, которая характеризуется сомнением. Сомнением в существовании какого-либо надежного критерия истины. То есть именно с эпохи Возрождения сомнение стало принципом мышления человека. И таким образом, благодаря влиянию вот этих вот античных греческих философских текстов, королева наук, она была свергнута со своего престола, а во многих случаях даже была отправлена в изгнание. Ну, братья и сестры, вы уже заметили, что последние несколько воскресений мы с вами изучаем богословие, мы с вами обратились к богословию, и вот учение о Боге. Вот мое желание тоже дать вот со своей стороны небольшую оценку, ну почему нам это с вами нужно, или для чего это нам с вами нужно, почему это важно для христианина, вот знать богословие, изучать о богословии, почему это важно для церкви. То есть я попробую вот со своей стороны немножко поделиться с вами своими мыслями. Хотел бы начать со значения слова «богословие». Ну вот мы часто пользуемся словом «богословие», это славянское слово, но иногда пользуемся греческим эквивалентом этого слова, этого понятия, и понятия «теология». То есть мы с вами говорим «богословие», здесь на Западе говорят «теология». Давайте пробуем понять значение этого слова. Слово «теология» имеет корень «тео» и суффикс «логия». Ну вот суффикс «логия» — это общий суффикс названия многих дисциплин и наук. Допустим, такими как «биология» — это наука о живых существах. Или «физиология» — это жизнедеятельность организма человека или животных. Или «антропология» — изучение человека, происхождение человека, развитие человека. То есть суффикс происходит от греческого слова, которое мы находим в Священном Писании. «логия», «теология», «биология», «антропология», «физиология». А вот это вот слово встречается в Священном Писании. Самый первый стих Евангелия Теана. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово стало Богом. То есть вот это вот слово, слово в греческом языке, оно очень-очень распространенное и очень-очень имеет богатое значение. Вот некоторые значения этого слова. А в первую очередь слово — это звуковое выражение мыслей. Нас с вами интересует вот оттенок этого слова. Мы часто пользуемся словом «логика». Но «логика» как раз-таки пришло из греческого слова слово «логос». Логика. Или правильное мышление, правильное рассуждение. Таким образом, когда мы изучаем биологию, мы изучаем логику жизни. Когда изучаем антропологию, мы изучаем логику о людях. Когда мы изучаем богословие, это правильное рассуждение о Боге. То есть что такое богословие? Теология. Теология — это наука о Боге или правильное размышление о Боге. Может быть, вы уже думаете, как на уроке математики, неужели нам это нужно? Попробую как-то доказать, показать, что, поверьте, вам это нужно. Нам это нужно. Давайте ответим на вопрос, как часто мы с вами встречаемся с богословием. Попробуйте ответить сами. К примеру, возьмем ключевое выражение нашей веры. Иисус Христос. Это короткий символ нашей веры. Иисус Христос. Как часто вы используете это выражение? Очень важно знать, братья и сестры, всякий раз, когда мы повторяем это имя, этот титул, мы с вами уже вовлечены в богословие. Вы знаете почему? Потому что Иисус Христос — это не имя и не фамилия человека, который жил в Палестине 2000 лет назад. Если бы с вами жили в Палестине, не было бы такого конверта, на котором было бы написано Иисус Христос, и под этим именем стоял бы какой-то адрес. Иисус Христос — это титул Спасителя. Титул Спасителя. Но имя Иисуса, оно обозначает Господь Спасения. Это имя носят несколько человек в Библии. Помните, Иисус Навин, или мы читаем книгу пророка Захарии, там есть Иерей под именем Иисус, или первосвященник под именем Иисус. Но вот по воле Бога имя Иисус, оно тоже было дано и его собственному сыну. Вот так вот ангел сказал Иосифу, что нужно назвать сына, который родится у него Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их. И вот с тех пор это имя Иисус Христос, оно стало выше всякого имени. И с тех пор вот это вот имя стало единственным, которым человеком надлежит спастись. Христос – это не фамилия Иисуса. Христос – это титул, который обозначает Мессия или Помазанник. А Помазанник – это тот человек, которого Бог определил для какого-то служения. Таким образом, Иисус Христос, двойное имя Иисуса Христа, есть самый короткий символ нашей веры. Самый короткий символ нашей веры, где мы говорим Иисус из Назарета. Иисус Христос – это обещанный Христос Мессия. Вот что мы с вами утверждаем, когда говорим Иисус Христос. Я слышал одного проповедника, вот как раз он говорил о богословии. И говорит, вот такая была натянутая обстановка в аудитории. И один человек даже встал и сказал, послушай, брат, нам не нужно вот то, что ты это говоришь. Все, что нам нужно – это Иисус Христос. Но ведь проповедник говорит, знаете, у меня тогда потерялось терпение. И говорит, я красно-таки начал объяснять, вы хоть понимаете, что вы говорите? Что мы с вами говорим, когда произносим Иисус Христос? Это самый короткий символ нашей веры. То есть мы с вами утверждаем Иисус из Назарета. Человек, который жил две тысячи лет назад в Палестине – это обетованный Мессия, это Спаситель мира. Итак, как часто мы с вами встречаемся с богословием? Поверьте, очень и очень часто. Ну, скорее всего, нам очень-очень важно иметь правильное богословие. Следующее, один из аспектов богословия, на который мы с вами обращаем внимание. Мне кажется, это немножко будет ближе к нашей с вами жизни. Называется систематическое богословие. Систематическое богословие. Допустим, если мы начали с вами учение о Боге, следующее, скорее всего, будет учение о Писании, об Иисусе Христе, о человеке, о грехопадении, об ангелах, о последнем времени и так далее. То есть, отдельное учение. То есть, называется систематическое богословие. То есть, ну, что такое систематическое богословие? Систематическое или упорядоченное и последовательное изучение основных доктрин христианской веры. Упорядоченное и последовательное изучение основных доктрин христианской веры. То есть в изучении систематического богословия нас с вами очень интересует, это очень-очень важно, порядок и связь, порядок и связь, последовательность изучения. Поэтому вот изучение находится под вот этим заголовком систем. Вы знаете, братья и сестры, в основе любой системы лежит механизм связи, который образует единство. Солнечная система, мы с вами говорим, это несколько планет, их спутники, которые обращаются вокруг общего центра. Есть такое понятие, как компьютерные системы, устройства, которые способны выполнять последовательность операций, системы, которые способны выполнять вычисления. Точно так еще существуют и системы мышления. Одну из систем мышления мы с вами отметили, это скептицизм. То есть систематическое богословие учит человека последовательному пониманию жизни и мира. Неужели вам это не нужно? Неужели вы не хотите понять смысл своей жизни? Неужели вы не хотите понять, как ваша жизнь вписывается в то, что происходит в истории? Неужели сегодня христианам это не нужно, не важно? Вот систематическое богословие, оно поможет нам с вами увидеть порядок, увидеть замысел. Вот даже в трудных обстоятельствах нашей с вами жизни, в переживаниях мы увидим, что есть цель, есть смысл. Братья и сестры, поверьте, это поможет нам идти дальше. Это поможет нам делать немножко уверенные шаги, шаги в будущее. Это поможет нам с вами правильно увидеть обстановку. Это правильно поможет нам понять жизнь наших детей, как они живут, почему они так думают, почему они делают то, что они делают. То есть мне кажется, это очень-очень полезно и очень нужно. Еще хотел бы обратить ваше внимание на то, что в семантическом богословии есть противники, очень-очень сильные противники в понимании жизни и мира. Ну вот в процессе нашего изучения, вы уже заметили, что мы встречаемся и еще будем встречаться с разными терминами. Ну там скептицизм, да, или даже систематическое богословие. То есть это, ну без них не обойтись. То есть это слова, которые имеют глубокое значение. И они очень-очень, ну то есть просто жизни объяснить. Невозможно просто объяснить христианскую веру. Невозможно просто объяснить Бога, и поэтому есть сложные термины. Ну вот еще один из таких терминов, которым хотел бы познакомить вас, может быть, с термином вы не знакомы, но с образом мышления вы заметите, что вы знакомы. Называется экзистенциализм. Хорошо? Немножко попробую объяснить, что это такое. Почему вот именно экзистенциализм считается, ну как противником систематического богословия, противником вот такого системного понимания жизни. Что такое экзистенциализм? Это философия существования. С одной стороны, эта система мышления, она утверждает следующее. Важной истины нет. Нет самой важной истины. Есть истины. То есть истина не одна. Истин много. Все? И эта истина живет в вас отдельно. В каждом человеке живет истина. И эту истину человек переживает. То есть мы с вами вот стоим на том, что истину человек познает. Мир, который окружает нас с вами. Дети живут наши в этом мире. Им говорят, что истину познавать нельзя. Истину нужно прочувствовать. То есть чувствуете ваши чувства. Благодаря своим чувствам вы поймете окружающий мир. Мы с вами так не понимаем. Это наш противник. Попробую объяснить, что это значит. Итак, рассматривают человека не столько с точки зрения его разума, сколько с точки зрения его чувств. Я думаю, с одной стороны, это очень правильно. Это очень правильно. Почему? Потому что в каждом человеке есть чувства. Живут эти чувства в нас с вами. Иногда эти чувства очень и очень сильны. Иногда мы с вами плачем. Иногда мы с вами радуемся. Иногда человек проклинает. Не так ли? То есть то, что наполняет человека, наполняет какие-то человека чувства. Все вот эти чувства, которые живут у нас с вами, они говорят о том, что нас беспокоит жизнь. Нас очень тревожит жизнь. И именно так, вот какими-то чувствами мы с вами реагируем на жизнь. Иногда это плачь, иногда это радость, иногда это проклятие. То есть это то, что живет экзистенциализм и пытается понять человека со стороны его чувств. Что происходит в каждом человеке, это важно. С одной стороны, правильно утверждается, что все-таки жизнь человека не может быть сведена только к каким-то биологическим структурам, не может быть сведена только к тому, о чем он думает. До появления и развития экзистенциализма обычно о мнении человека спрашивали, что вы об этом думаете. Поднимается какой-то вопрос. И вот обычно спрашивали, что вы об этом думаете. Вы знаете, как сейчас спрашивают, что вы об этом чувствуете. А вот если вы молодой человек, если вы сейчас учите в школе, иногда дают такие задания писать сочинение, эссей. Вот я слышал одного христианского преподавателя, он говорит, очень трудно читать сочинение современного молодого человека, потому что все наполнено вот этим вот выражением. Я чувствую, я чувствую, я чувствую. Он говорит, когда приходят ко мне первый раз студенты, я их всегда прошу, не пишите мне то, что вы чувствуете, напишите то, что вы думаете. То есть это то, чем живет наше с вами общество. Ну, что об этом думаете? То есть акцент сменяется с мышления человека на чувства человека. Вот сейчас вы поймете, что это очень-очень близко к нам с вами. То есть теперь чувства человека становятся стандартом истины. Как определяется сегодня истина? Как определяются правила этики, правила поведения? Вы знаете, что сегодня говорят в мире? Если тебе это нравится, если делай это, ты чувствуешь себя хорошо, это правильно. If it feels good, it is good. И так ли сегодня живет общество? Если ты чувствуешь, что это хорошо, приятно, это правильно. То есть посмотрите, друзья, уже не разум руководит человеком, а человеком руководит чувство человека. То есть человек начинает жить только чувствами. И на жизнь он начинает реагировать только чувствами. Ну вот попробуйте жить так, как говорит вам ваш желудок. Пусть теперь наш желудок руководит нашей с вами жизнью. Если вы голодны, украдите или заберите. Философия существования. Экзистенциализм. Вы знаете, братья и сестры, вот такой простой, отвлеченный пример, очень интересный сюжет, недавно видел из жизни Маргарет Тэтчер. Ее называли, если помните, «железная леди». В Советском Союзе ее очень боялись, потому что у нее была очень строгая критика по отношению к Советскому Союзу. И вот такой сюжет интересный из ее жизни уже в престарелом возрасте. Ей было больше, чем 80 лет, под 90 лет. Она умерла, когда ей было 87 лет. Она пришла к врачу. И врач ее спросил, «Барнеса, как вы себя чувствуете?» Она очень сильно возмутилась. Она говорит, «Послушайте, врач, мне уже почти 90 лет. Что же это за вопрос? Неужели вы не понимаете, как я себя чувствую?» А потом она обратилась к ему и говорит, «А почему вы не спрашиваете, что я думаю?» Она говорит, «Посмотрите, что стало с нашим обществом». Она говорит, «Где те люди, которые живут идеями?» «Где те люди, которые готовы умереть за идею?» То есть понимаете, даже светские люди, ну, понимают, видят, что что-то произошло не то с нашим обществом, происходит не то с нашим обществом. То есть мы с вами уже не живем знанием, мы живем чувствами. Ну, немножко вот из Библии, насколько это близко должно быть к нам с вами. Попробуйте, вот читая Священное Писание, особенно Новый Завет, ну, вспомните, сколько есть таких библейских текстов, которые начинаются с призыва. Неужели не знаете? Сколько раз Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». То есть Священное Писание всегда обращается к нашему разуму. Библия как будто бы часто-часто повторяет и говорит нам, «Знаете, знайте, знайте». Очень интересно, я как-то вот приводил этот пример, это Иисус Христос и его притчи, 13 глава Евангелия от Матфея. Вот такие интересные притчи. Вот когда он закончил говорить эти притчи, он обратился к своим ученикам. Помните, что он спросил их? Он не спросил их, понравились ли вам притчи, а он спросил, поняли вы все это. Вы чувствуете разницу? Вы чувствуете разницу? Братья и сестры, это очень важно, на собрание приходить для того, чтобы понять. И как вы себя чувствуете, это неправильный вопрос на богослужении. На богослужении мы должны спрашивать, что вы знаете? Что вы знаете о Боге? Что вы знаете о грехе? Что вы знаете о том, куда идет этот мир? Что вы знаете об истории человечества и Священного Писания? То есть для нас с вами это очень-очень важно. Важно знать, знать, знать. И поэтому это вот основание систематического богословия. Итак, мы с вами живем в мире, который совсем не хочет признавать никакую систему. Вот систему того, чтобы, знаете, как-то в общем можно было понять этот мир, что есть цель, есть замысел, что все идет куда-то, направляется куда-то. Мы с вами живем в таком мире, где истины основной считается, что ее нет. То есть то, что правильно для вас, может быть неправильно для другого. Поэтому вы можете утверждать, что хотите, но не возлагайте это на другого человека. То есть то, что вы думаете, пусть остается с вами. И поэтому человек и человечество, оно оставило усилия привести противоположные взгляды в гармонию. То есть сегодня у людей очень много вопросов. Но вот благодаря такому образу мышления, системе мышления, мы оставили усилия для того, чтобы понять, что происходит. Но вот Священное Писание поможет нам с вами это сделать. Поможет понять вашу личную жизнь, поможет понять жизнь человечества и поможет увидеть великолепный замысел в истории Бога. Итак, основание систематического богословия. На чем оно основано, братья и сестры, то есть откуда вообще оно взялось? Почему вдруг люди, ну, христиане, верующие люди начали понимать, что есть система? Почему она нужна нам с вами? Что является основанием? Самое первое предположение. То есть мы с вами верим, что Бог открыл себя не только в природе. То есть мы с вами верим, что Бог открыл себя не только в природе, но что очень важно для нас через Священное Писание. через Писание пророков и апостолов. То есть мы с вами верим, что Библия – это Божье Слово. Хорошо, это первое предположение, самое важное. А следующее предположение заключается в том, что когда Бог открывает себя, Он делает это в соответствии со своей природой. Что особенного в природе Бога? Что особенного в качествах Бога? Но Писание говорит нам о том, что Бог создал порядок. Все, что окружает нас с вами – материальное творение. Во всем можно заметить удивительный порядок. В космосе все работает по секундам, все совпадает. Можно просчитать на 150-250 лет, что случится в будущем. Можно смотреть в прошлое, то есть у Бога есть порядок. Братья и сестры, если Вселенная – это порядок, значит Бог ни в чем не путается. Бог ни в чем никогда не путается. Он мыслит ясно и говорит вразумительно. Первое предположение – Библия – это Слово Бога. Второе наше предположение – Бог говорит ясно, мыслит ясно и говорит вразумительно. То же самое мы с вами относим к Библии. Третье предположение состоит в том, что Божье откровение в Писании проявляет эти же самые качества. То, что говорит Бог в Библии, должно быть понятно. В Библии есть единство, несмотря на разнообразие авторов. Библию написали больше, чем 40 авторов. Библия писалась на протяжении более чем полутора тысяч лет. Больше чем 1500 лет писали Библию. Братья-сёстры, в этой книге есть единство, несмотря на разнообразие авторов. Охватывает различные темы, но в многообразии есть единство. Вся информация, которую мы с вами находим в Писании, будущее, искупление, воплощение, Божий суд, милость Бога, гнев Бога, они имеют единство в Божьем Сыне. Священное Писание подчеркивает нам вот это вот единство и согласованность следующими словами. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот какое у нас с вами основание для познания систематического богословия. Эти предположения дают направление в изучение истины о Боге. Эти предположения помогают нам собрать информацию воедино и показать, как всё вписывается в осмысленное целое. Понимаете, насколько это важно? То есть мы с вами можем увидеть осмысленное целое. Осмысленное целое нашей жизни, вашей жизни, жизни церкви, в которой мы с вами принадлежим, общество, которое окружает нас с вами. То есть это очень-очень важно. Ну, ещё один библейский текст. Я прошу, чтобы вы открыли этот текст. Мне кажется, это очень-очень важно. Послание к Колоссянам, 2 глава, 1-2 стиха. Послушайте, как пишет апостол Павел. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею ради вас, ради тех, которые владики и ираполи, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединённые в любви для всякого богатства, совершенного разумения». Вот эти вот важные-важные слова апостола. Для чего Бог соединил нас с вами? Для чего существует церковь? Для чего мы с вами собираемся на богослужение? Посмотрите, Павел говорит, для познания чего? Тайны Бога и Отца и Христа. Для познания тайны Бога и Отца и Христа. То есть Павел это понимал, он передавал это церквам. Это наша с вами задача – познавать тайну Бога и Отца и Христа. Ну, вот мне кажется, верующему человеку перед богослужением нужно настраиваться. Настраиваться на то, чтобы как-то работать разумом. Конечно, легче. А просидеть на концерте. А легче просидеть, ну, когда что-то интересное рассказывают. Ну, тогда не засыпаешь. Причем, в основном, священное писание и богослужение христианской церкви направлено на разум христианина. Потому что нас к этому принуждает эта задача. Это огромная ответственность любого проповедника. Ну, вот немножко поделюсь с вами. Вот как проповедник, как служитель, мы вот здесь сидим всегда. И вот одна из особенностей слушания проповеди, что мы не видим лица проповедника, мы всегда видим его спину. Но большой-большой недостаток, вот сидя здесь, я думаю, христианцы со мной согласятся, это то, что мы видим ваши лица. Братья и сестры, иногда, ну, немножко, очень сильно переживаешь, когда, ну, видишь людей, которые засыпают на богослужении, когда люди зевают. То есть, это очень видно, и от этого очень сильно переживаешь. Конечно, ну, очень хотелось бы видеть не просто интерес в глазах, а вот эту живую веру. Много, конечно, зависит от проповедника и так далее. Но, братья и сестры, просто, мне кажется, в общем, это как-то сегодня наша большая-большая трудность. Это, ну, работа разума христианина. То есть, я думаю, это очень-очень важно, очень, и это очень нужно. А ценность богословия, ну, я думаю, я вас убедил в том, что вопрос не в том, нужно ли нам богословие, а вопрос теперь оказывается в другом, правильно ли у нас богословие. То есть, если мы с вами, ну, вовлечены в богословие, если вы говорите «Иисус Христос», то следующий очень важный вопрос – насколько правильно наше богословие, насколько оно здоровое, насколько оно обосновано. То есть, поэтому нам нужно изучение Священного Писания. Правильно ли вы думаете о Боге? Бог открыл себя, и поэтому важно учиться, важно изучать. Вы знаете, Бог дал нам книгу, которая предназначена не для того, чтобы лежать на полке. Бог дал нам книгу, которая предназначена для того, чтобы ее читали, чтобы ее обыскивали, чтобы сказанное в этой книге переваривали, чтобы главным образом люди пытались понять. То есть, наша с вами задача – это то, для чего мы имеем с вами Библию. Давайте еще посмотрим один из самых важных текстов Священного Писания. Это Второе Послание Тимофею. Я тоже, думаю, знакомый текст 3, 16 и 17. «Все Писание богдухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Ну вот посмотрите, тщательное изучение Священного Писания. Вот обратите внимание на это слово «полезно». То есть, Павел говорит оно «полезно». А «полезно» – то есть, приносит пользу. Поскольку Библия вдохновлена всемогущим Богом, она дает нам ценный материал. А материал Священного Писания – это доктрина, это учение, это материал Библии, который полезен для нас с вами. Давайте некоторые детали обратим внимание. Полезно для чего? Научение. Следующее – для обличения. Вы знаете, можно легко заметить, что у каждого человека, наверное, который как-то сталкивался с Библией, появляется свое мнение о Библии. То есть, что-то человек говорит о Библии. Ну вот мы с вами берем в руки Библию и что-то говорим о Библии. Вы знаете, вот Павел говорит, что всякий раз, когда человек берет в руки Библию, происходит обратное. Не вы что-то говорите о Библии, а Библия говорит о вас. Полезно для обличения. Всякий раз, когда человек читает Библию, Библия читает нашу жизнь. А вы знаете, поэтому вот пока звучит эта Библия, а несмотря ни на что говорилось бы вокруг нас с вами, она будет иметь сил. Потому что она читает человека. Не человек ее читает, она читает человека. Она раскрывает грехи человека. Она раскрывает пороки общества. И пока читается Библия, пусть закроются все церкви. Пусть всех проповедников заключат тюрьму. Но пока читается Библия, Библия, она читает человека. То есть пока звучит Слово Божье, оно обличает человека и открывает человека. Писание полезно для исправлений. Священное Писание исправляет нашу неправильную жизнь. Но Священное Писание исправляет нашу неправильную, иногда ложную веру. То есть поэтому оно очень-очень полезно и очень-очень нужно для нас. Наконец, Писание полезно для наставления или обучения праведности. То есть это цель для того, чтобы мы с вами стали совершенными людьми, приготовлены ко всякому доброму делу. Итак, цель богословия, она не в том, чтобы пощекотать наш с вами разум, а в том, чтобы мы с вами научились, научились путям Бога, чтобы мы с вами могли расти, расти в зрелость, в полноту послушанию Богу. Вот для чего мы с вами изучаем Библию, вот для чего мы с вами изучаем доктрин, для чего мы с вами изучаем систематическое богословие. Итак, последнее, что обращаю ваше внимание, ну как-то хочу показать вам, братья и сестры, как прекрасная сюжетная линия Библии, то, что в общем нам с вами поможет понять историю человечества, как отдельные библейские тексты вписываются в большую историю Писания, как ваша жизнь, как моя жизнь вписывается в большую историю Священного Писания. Итак, библейская сюжетная линия, The Storyline of Bible, она состоит как минимум из четырех великих движений истории. То есть, когда мы с вами открываем Библию, мы замечаем четыре великих движения истории, движения, которые были определены Богом. Самое первое движение истории – это сотворение. То есть, о чем говорит нам Библия в первую очередь? Библия говорит о сотворении. Первое движение истории – это сотворение. То есть, каждое мировоззрение, оно имеет начало. Если мы с вами хотим сказать что-то значимое о мире и о том, куда он движется, мы с вами должны узнать, как все началось. Как все началось? Самое важное расхождение между библейским мировоззрением и тем, что проповедуется сейчас – это место людей. А являемся ли мы с вами просто какой-то биологической случайностью? Или мы с вами, как учить священное писание – единственные существа, созданные по образу Бога. И, следовательно, единственные, обладающие способностью познавать Бога, иметь ответственность перед Ним. Итак, первое движение истории – это сотворение. Бог сотворил человека по образу и по подобию своему. Следующее движение истории очень важно – это грехопадение. Если утверждать только божественное творение, оно не ответит нам, не объяснит нам того, что испытывает человек сегодня. Когда мы с вами смотрим на окружающий нас мир, и сами люди, когда смотрят на окружающий мир, они задают, ну, как-то понимают, что что-то не так. Вот в человечестве что-то надломано, что-то сломано. Библия отвечает на этот вопрос. Что произошло? Библия говорит, что произошло грехопадение. Вскоре после сотворения произошло грехопадение. Мы ничего не сможем понять о себе в нашем нынешнем состоянии без ссылки на грехопадение. Мы ничего не можем понять в жизни общества, если не будем знать грехопадение. Мы ничего не сможем понять в жизни наших детей, которые уходят от Бога, которые не идут к Господу, если не будем учитывать, что произошло грехопадение. То есть грехопадение – это очень важное, существенное движение истории. А действительно, именно грехопадение объясняет страдания, раздоры, боль, конфликты. Всё это объясняет грехопадение. Без чёткого понимания грехопадения и последствий грехопадения люди не могут понимать свою жизнь и окружающий мир. Мы не можем понимать падение человеческого общества. И не можем понимать, что всё творение сейчас находится под воздействием греха. А следующее движение истории – это искупление. То есть не только грехопадение, но Писание говорит, что произошло искупление. Если бы грехопадение человека было концом истории, наша жизнь не имела бы смысла. Жизнь человека не имеет смысла. Ешь, пей, веселись, потому что завтра мы умрём. Но в сюжетной линии Библии есть вот это вот движение искупления. То, что человек не смог сделать для себя, сделал Бог. Бог действовал, чтобы спасти нас от нашего собственного греха. И самое заключительное движение истории, то, что можно назвать завершение истории человечества, об этом тоже говорит Библия. А на самом деле очень трудно проповедовать Евангелие вот в таком поломанном мире. Очень трудно увидеть вот эту вот красоту Евангелия, если не сказать на то, что Бог не только спасает грешника, но если не сказать, что Бог создаёт новые небеса и новые земли. Это завершение истории человечества. Очень интересно, братья и сёстры, вот эта сюжетная линия Библии. Бог не возвращает нас с вами в Эдемский сад. Мы не возвращаемся там, где был Адам и Ева. Но Бог создаёт нечто большее, чем когда-то был Эдемский сад. Завершение – это не просто возвращение туда, откуда мы начали, но Бог готовит для нас то, чего не видел глаз, чего не слышало ухо человек и чего не может себе представить сердце человек. Итак, сюжетная линия Библии, которая вписывается в нашу с вами жизнь – сотворение, грехопадение, искупление и завершение. Вы видите систему, вы видите замысел, вы видите цель. Я думаю, братья и сёстры, этим наполняется смысл нашей жизни. Мы не просто с вами существуем, мы с вами живём. И мы живём, Бог коснулся наших сердец, Бог дал нам спасение, Бог ведёт нас своими путями. То есть наша жизнь, она уже полна смыслом, она полна величием и полна вот этой благодарности Богу за то, что Он сделал для нас. Давайте мы помолимся. У кого желание помолиться, можете помолиться, пожалуйста. Спасибо.